Я возвращаюсь к месту в глухом лесу, на котором сделал укромный и уютный лагерь. Вернуться сюда у меня появилось желание сразу, как только покинул его в прошлый раз. Планирую сделать навес над лежаком и некоторые улучшения для более комфортного пребывания. Принес алюминиевый котелок, который давно лежал без дела. Здесь он будет кстати. Из-под снега рядом с лежаком достал еловые ветки. В прошлый раз они были в качестве столика, сейчас ими можно смахнуть снег. Субтитры делал DimaTorzok Береста Береста, которая отслаивается от березы, по моим наблюдениям, имеет один недостаток. От искр огнив она не загорается, а начинает тлеть. Но как только появляется пламя, мгновенно вспыхивает. Примитивный подвес оказался очень практичным, быстро в изготовлении и удобен в использовании. Легко регулируется по высоте и вращается на 360 градусов. Вот для чего подвесы и делаю. Потому что когда поставил котелок, он стоял ровно. Стоило мне отойти буквально на 5 минут, прогорели дрова и котелок уже стоит под наклоном. Чувствую еще немного времени и он совсем упадет. Чтобы этого избежать, мне помогает подвес. Для лучшей организации лагеря я решил сделать поодаль туалет. Не самая желанная тема для обсуждения. Но судя по вопросам в комментариях под многими роликами, одна из самых интересных для зрителей. Чаще задают только вопрос о том, где мы снимаем наши видео. Это видео 2 недели назад я снимал на Среднем Урале. Большинство наших роликов сняты в уральских лесах. Очень красивых и благоприятных для отдыха и путешествий. Для сооружения тайного места мне понадобится веревка, нож и две жерди. Жерди должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес человека. Иначе могут быть страшные последствия. Жерди фиксируются на стволах двух деревьев. Примерно одинаковой толщины. Один край основной жерди крепится к стволу веревкой через петлю. Такой петлю легко регулировать высоту посадки. Второй край закрепляю обычным узлом. Так можно быстро выровнять жердь по высоте. Несколько пробных приземлений показали, что конструкция надежно закреплена. Вторую жердь закрепил с обратной стороны деревьев. Это будет спинка. Поначалу показалось, что из-за большого диаметра стволов спинка слишком далеко. Но усевшись получше, понял, что в самый раз. Жерди можно закрепить на деревьях разного диаметра. Зазор от сидения до спинки по краям будет разной ширины. Получится универсальной конструкцией под любой рост. Для максимальной практичности нужно сделать углубление в земле. И постепенно его засыпать той же землей и тонким хворостом. Самое главное правильно выбрать место с потрясающим видом на природу. В лагере у костра от сильного жара тает снег и превращается в лед, когда пламя стихает. Чтобы не скользить и не падать, на мокрый снег достаточно накрошить мелкого хвороста. Чем мельче, тем лучше. Такими простыми вещами я улучшаю безопасность в лагере. Зимой укрытие над головой делают только когда ночую у огня. Если ночью падет снег и будет ложиться на спальник, он растает от тепла костра, спальник промокнет. Если спать приходится без очага поблизости, снег не страшен. В прошлый раз ночевал здесь без навеса. Все обошлось, погода была спокойной. Да и костер горел недолго. В ту ночь температура опустилась примерно до минус 15, но хороший спальник не подвел. Хотя повторить такую ночевку я бы не хотел. Основа навеса будет из веток дерева, под которым я расположился. Часть из них спилил и уложил в качестве каркаса на те, что уже нависают над лежаком. Немного лапника взял с этого же дерева. Остальную часть собрал с других. Сумерком успел сделать только половину навеса. Доделывать буду в другой раз. Сегодня ночевать здесь не останусь. На ощупь конструкция получилась достаточно прочной, чтобы выдержать неплохой слой снега. Конечно, вряд ли осилит метровую толщину плотного снега, но я и не дам ему скопиться в таком количестве. Появляться буду здесь часто. Скорость темнеет. Нужно перекусить и выбираться обратно. Сегодня приготовлю мясной бульон с зеленью и овощами. Мясо слегка обжариваю на маленькой чугунной сковороде. Весит она 700 грамм и стоит того, чтобы взять с собой. Приготовленная на ней еда имеет особый вкус. Вот какой запах. Очень вкусно пахнет. Так, над костром неудобно делать. Дым в глазах. Вот перемешать. И обратно на огонь. Так, надеюсь, у тебя не потянут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...